Первый вопрос, который возникает у прохожего, видя данную картину, чем она помешала и зачем? Да просто так. Это центральное место отдыха, где любят отдыхать конаковцы. Но находятся такие посетители площади, которые постепенно превращают это место в неприглядное. А коммунальным службам, администрации, а также и управляющим компаниям приходится оценивать ущерб от действий вандалов и направлять материалы в полицию. Стражи порядка ищут виновных, но не всегда получается оперативно. Но на помощь приходят установленные по всему городу камеры видеонаблюдения. Помогая, в том числе и при расследовании преступлений, мы сразу же, естественно, обращаемся к ним, смотрим, в каком направлении двигаются преступники, есть ли свидетели, обстоятельства происшествия. Все это, естественно, выясняется с помощью данных камер. Но, к сожалению, сейчас у нас ряд камер пришли в негодность, но мы вроде как с администрацией города Конаково мы работаем в этом направлении. Мы обещали помочь нам в приведении их соответствия, чтобы данные камеры в дальнейшем заработали в полном объеме. Главная проблема в делах о вандализме – найти виновных. Не каждый объект в нашем городе находится под видеонаблюдением. Вот и в последнем случае, когда обнаружили поломку на центральной площади, нет никаких намеков на тех, кто это совершил. Мы, конечно, обращаемся в нашу доблестную полицию, просим их о том, чтобы они нашли людей, которые это сделали. Пока это все безрезультатно. Я вот хочу обратиться к тем жителям, которые, может быть, видят то, что происходит, может быть, могут повлиять. Уважаемые, ведь в этом городе будут жить наши дети, внуки и наше будущее поколение. Поэтому давайте все беречь наш город. На ремонт и восстановление тратятся немалые деньги. А ведь на эти деньги можно построить новые детские площадки или обустроить новое место отдыха.